Вадим Скрипченко с поражения начал свою тренерскую деятельность в Минском Динамо. Путь Кубки Беларусь таким образом завершается на стадии 1-8 финала. Слузг был сильнее. Но предлагаем поговорить в кубковом сюжете прежде всего о заметном поединке Минск-Шахтер. Ведь чемпиона страны покидают знаковые фигуры калибра Антича. У Минска же есть финансовые трудности. И, кстати, существует вероятность того, что Владимир Хвощинский станет игроком Минского Динамо. Скрипченко ему уже звонил. Вот такой антураж «Снежный» сопровождал все кубковые матчи на минувших выходных. Доигрывать сезон в таких условиях привыкли уже все белорусы. Но для многих приезжих игроков и тренеров это в диковинку. Какая-то погода. 26 ноября. Весь мир смотрит чемпионат мира. Мы играем в футбол по снегу. Может быть, так это правильно. Это для вас непривычно? Конечно, непривычно. Конечно. Но спасибо ребятам. И, слава богу, никто повреждения не получил. То самое главное. Если погода такая, как есть, зачем играть? Почему? Чтобы и футболисты повреждения получили. И снег, и поле такое. Но что сказать? Сказать, как есть правило. Есть за каждого. И для нас, и за каждую команду. После финиша чемпионата и до кубковой игры наставник чемпионов Миличурчич, он исполняет обязанности, успел на несколько дней съездить домой и на позитиве вернулся в Солигорск. Пошел на пять дней, все хорошо, вернулся назад, работаем и через пять дней так же домой на отдых. И пока не знает, вернется ли в команду в январе. Еще пока ничего. Поэтому посмотрим еще, будут разговоры, будут, не будут. Все нормально. Работаем в футболе, работаем долго, поэтому все нормально. Вы бы хотели в январе вернуться в Солигорск? Ну, посмотрим, какое предложение есть. А за день до игры с Минском, на встрече с болельщиками, с шахтером попрощался Никола Антич, один из лидеров горняков. Четыре сезона он был с командой, которая в новом розыгрыше, вероятно, уже будет другой. Ну, естественно, и болельщики задавали руководству клуба тоже, какие будут изменения в составе. Но изменения кем? Конрад, у кого заканчивается, еще никто не переподписал. А у кого остались, у того есть. Вот, грубо говоря, сейчас играют все футболисты, у кого контракт еще есть. Есть травмированные, которые там не могут помочь, кто с контрактом. Что касается Никола, клуб, наверное, в любом случае, там какие-то предлагал ему условия. Но решил, наверное, для себя, что ему будет лучше на другом чемпионате и двигаться вперед. Наверное, решил так. Но это больше не он спрашивает, а что касается потери это или не потери. Ну, естественно, это потери. Это ключевой игрок Солигорского шахтера, который принес большой вклад в команду. Знаю по своему опыту, что такие переговоры потихоньку ведут и еще, в принципе, рано о чем-то говорить, потому что какие-то предложения могут появиться. Мне интересно в команде, которая будет, скажем так, с какими-то задачами, амбициями, там, или с любыми. Потому что если там сильнее чемпионат, то какие-то будут, наверное, свои. Так что, естественно, я думаю, что не только в Беларуси, а еще, может быть, и поиграю. У меня есть контракт действующий контракт, а так, ну, общаемся, я не знаю, как там выйдет зимой, ну, в январе. Честно, я не могу точно ответить. Есть возможность, что уйду, есть большая вероятность, что и останусь. Так, с тренерами я общался, как бы все нормально, все там рассчитываем, все нужен, ну, а потом просто там в состав не попадаешь, либо даже в заявку не попадаешь. Можно сказать, сегодня там вторым составом все равно обыграли неплохую команду. Ну, вы играли, вы, получается, себя как во второй состав, так? Ну, судя по этому году, да, получается, что... Ну, сколько я сыграл за последние, наверное, 10 игр, там, может, в среднем минут 100. Конечно, тяжеловато, когда ты не играешь, у тебя ни тонуса, ничего, тренировки тренировками, но все равно тяжеловато. Поэтому так вот ты относишься не к основной обойме, там, вот так. Лучший футболист Белоруссии прошлого года Андрей Соловеев в текущем сезоне не смог себя проявить в стане лучшего клуба Белоруссии. Но это только пока верит игрок. И до сборной так труднее намного добраться. Ну, конечно. Я и с главным тренером общался, он сказал, все, никто там не списывает, рассчитываем. Начнешь играть, будем вызывать, если будешь показывать хороший футбол. Предложение есть уже? Есть предложение, предложение есть. Насколько оно заманчивое, я имею в виду, из российской, может, пример? Ну, с российской не сказать, что прям конкретно, так разговоры ведутся, а даже по Белоруссии с нашими топ-клубами есть предложение. У шахтера-то и есть топ-клуб? Ну, конечно. На поле столичного стадиона по улице Маяковского Андрей выходил против лучшего футболиста страны сезона нынешнего. Владимир Хвощинский в свои 32 перезагрузил карьеру в Минске. А дальше их пути с горожанами, наверное, разойдутся. В национальную сборную были вызваны из Минска, но это говорит о том, что перезагрузились полностью. Ну да, Георгий Петрович вызвал, сейчас сыграл две игры в ближайших матчах. Ну, когда играешь, и внимание обращают, когда забиваешь, так же тренерский штаб видит, все смотрит, анализирует. Я считаю, заслужил вызов. Ну, наверное, ничто не удержит вас уже в Минске. Ну, посмотрим, сейчас будем общаться с командами. Посмотрю, какие будут предложения, буду выбирать, что будет комфортно для меня и для семьи. Вадим Викторович уже, наверное, вас звал с собой пригласить. Вы знаете, с кем? Ну, набирал так, пока просто разговаривали. Особо ничего конкретного еще не решали. Если предложит, пойдете? Подумаем, будем посмотреть по ситуации. Ну, мне все нравилось, но этот год очень тяжело выдался в плане финансовой точки зрения. Поэтому, как-то, если нету никаких перспектив, что как-то наладится все, то надеюсь, что покину. Если не дадут гарантии, что в клубе все наладится и все будет хорошо, то есть возможность, что я, может, и останусь. Не платят зарплату очень долго? Ну, да, довольно-таки долго уже не платят зарплату, поэтому тяжелая ситуация. Наметки какие-то есть, знаете, ну, конкретного, на данный момент, конкретного, чтобы у меня лежал контракт, и я мог его подписать и забыть на отпуск, ну, какие-то свои дальнейшие планы. У меня такого нет. Просто есть какие-то наметки и все. Ну, как-то да. Беларусь вас устроит тогда так, я сейчас спрошу? Конечно, Беларусь устроит. Если вовремя будет зарплата плата и довольно-таки будет оцениваться, ну, мой труд будет оцениваться, то меня устроит и Беларусь, конечно. Ну, игроки вот волнуются, когда с ними клуб рассчитается, скажите. Постараемся сделать это как можно быстрее, но в этом аспекте много вопросов. Менчане навязали шахтеру борьбу и даже заставили гостей понервничать в концовке, когда на мячи Ахмеди и Ковалевича ответил Пушников. Порадовать, в том числе и своего экс-наставника Вадима Скрипченко, горожане не смогли. 2-1 к четверть финалом будет готовиться шахтер. Кстати, как Вадим Викторович стартовал, знаете? Нет, не знаю. Слуцк выиграл 1-0. Ну, жаль. Хотелось, чтобы Вадим Викторович тоже прошел. И сегодня у него день рождения, и мы своей игрой хотели тоже порадовать его, поздравить его, но, к сожалению, что получилось, то получилось, но мы не заслуживали поражения. Ребята все равно молодцы. Ну, а с вами был разговор? Останетесь вы, не останетесь? Со мной никакого разговора не было. Я работаю в клубе и надеюсь продолжать эту работу. Надеетесь, что будете главным? Нет, но чтобы быть главным тренером, как минимум, должна быть лицензия ПРО. Готов еще раз работать на любой должности, которую видит руководитель. Пока на данный момент так. За эту неделю уже было несколько встреч, исключительно с белорусскими специалистами по следующему сезону. Но продолжим еще говорить, разговаривать. Еще много есть чего обсудить. Есть у меня вопросы, есть у кандидатов на пост главного тренера вопросы. Поэтому, когда придем к какому-то знаменателю с каким-нибудь из кандидатов, то вы все узнаете через официальный сайт. Насколько это громкие фамилии? Это, не знаю, что в вашем понимании громко. Может, условно Криушенко? Нет, это не Криушенко, это не Гвардиола. И даже кто там из безработных сейчас у нас... Ват или Разина, кстати, вернется к обязанностям. Ну, у Андрея Александровича также нет прокатегории, поэтому на данный момент мы не рассматриваем его как главным тренером команды. У Вадима Скрипченко прошедшая неделя выдалась более чем насыщенно и специалист успел возглавить Минское Динамо и сыграть с командой кубковый матч в Слуцке. Но там фортуна обошла столичных стороной. 1-0. В этот же день Батэ выбил из розыгрыша сильно пошумевший энергетик БГУ. 2-0 и стал последней командой, пробившейся в четверть финал. Ранее, напомню, в следующий раунд шагнули Витебск, Неман, Торпеда Велас, Славия и Белшина. Игры одной четвертой финала проведут в марте следующего года, а откроется новый сезон традиционно. Матчем за Суперкубок Шахтер распорит трофей с Гомелем.